Никакой звездной болезни, скорее наоборот, все предельно просто и откровенно. Резиденты Камеди Клаб, дуэт 2014, Аганес Григорян и Роман Попов провели творческую встречу с ивановскими школьниками. В качестве организатора выступил медиа-центр «Лютик». Актеры готовы рассказать подрастающему поколению о юмористической стезе и поделиться своими ошибками. Не надо вставать на скользкий путь, подобный тому, который прошли мы. Нужно идти в институт, учиться, получать нормальную профессию. Не не оканчивать три вуза, как я, а получать профессию. Если вы действительно располагаете к тому, чтобы заниматься творчеством или телевизионной, или киноиндустрией, то идти в профильный институт, а не идти на психолога. Блин, немножко заслушался там тебя. Я умею. Если так говоришь, не могу. Дуэт 2014 стал резидентом Камеди Клаб после участия в шоу-конкурсе Камеди Баттл. В Иванове комики с концертом. А вот встреча с детьми – дело добровольное и бесплатное. Вход для ребят свободный. К большому сожалению, мы люди-заложники стереотипов. Поэтому, кроме того, что Иваново город невест, мы не знаем ничего. К большому счастью, мы оба женаты. И нам нельзя, 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 фу, фу, выплюнь, фу, нельзя. Аганесс, остановись. Поэтому, если для нас Иваново откроется еще и с другой стороны, мы будем только рады. Текстиль, я тебе скажу, текстиль. Здесь много текстиля. Потрясающий химический вуз, я знаю. Есть же такой, да? Опа, опа, в теме. Кстати, в городе невест 2014 уже не первый раз. Нет, не в первый раз. Но искренне надеемся, что в этот раз мы наконец увидим город. Потому что, как правило, для нас гастроли – это вокзал, гостиница, вокзал. Я был в Иваново вместе с Ромой, но, к счастью для меня, я ездил отдельно на отдельном транспорте. Я приехал сюда на машине, а не на автобусе, и задержался. Мне понравился город. Но мне безумно не понравилась дорога до вашего города. Потому что, да, потому что обычно я проезжаю подобное расстояние за 3 часа или за 4 часа. Пришлось ехать 9. Если бы... Но все познается в сравнении, ребята. Кто не был в Ижевске, в Иваново чудные дороги. Да, если бы была чуть лучше дорога, может быть, мы и чаще приезжали в Иваново. Задумайтесь над тем, чтобы... Теперь к нам ездит «Ласточка» с Москвы 3 часа. Да, вот на ней мы и уедем. Вы понимаете, да, кому вы говорите про «Ласточку»? Два парня из Сочи. Для нас «Ласточка» – это четверка баклажан. Посаженная. «Ласточка». Вы на такой едете в «Ласточки» домой? Школьники спрашивали, как артисты справляются с волнением на сцене. Что любят смотреть и какие проекты готовят. Ну и, конечно, очень многих интересовало, как Роман Попов получил роль Игоря Мухича в сериале «Полицейские срублевки». Это был мой первый опыт, это был мой первый фильм, и это была моя первая работа с профессиональными актерами на площадке. Но я просто пришел на кастинг, никакого плата, никакой сестры. Я просто пришел на кастинг, просто прочитал роль, и тут же режиссер сказал «Окей, мы вам позвоним». Ну, знаете, да, это фраза «Окей, мы вам позвонили, никто не звонит тебе полгода». Он устроил истерику, говорит, да знаем, позвоните. Позвоните, не было, разрушил офис. Но через 10 дней действительно позвонились, потому что я прожил на роль, и все. И потислаз, как у сказки, у классика. Такое общение со звездами экрана, безусловно, заряжает. Ведь эти парни – пример того, как даже самый обычный человек, который любит свое дело, может пробиться на большую сцену и большой экран. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.